Всем привет, друзья! С вами Вула, на ваших ранах Фаундри, и мы продолжаем проходить эту невероятную автоматическую игру с эволятором завода. Это у нас уже вторая часть, а значит сегодня мы начнем уже прилично так расширяться, потому что надо оптимизировать все производство, которое у нас есть тут на данный момент. А это самое главное, что наши две жилы, которые у нас в данный момент имеются, требуется максимально заполнить, то есть все, что у нас, образно говоря, добывается с помощью наших прекрасных дронов, мы должны загрузить печками по максимуму, что с одной стороны, что со второй стороны. Ну и плюс, разумеется, заняться производством вот этих исследовательских интерфейсов, или точнее правильнее назвать... Как они там назывались, я забыл. Наука... Научные пакеты, вот. Нужно разрабатывать научные пакеты, а чтобы их разрабатывать, нам нужно, как видите, техниевые... техниевые прутки. Блин, если я говорю, мне хочется назвать техниевые, но надо читать правильно. Техниевые прутки и детали оборудования. Детали оборудования у нас делаются... Из ксеноферитовых пластин, то есть нам нужно, в основном, на данный момент, куча-куча ксеноферита. Ой, не ксеноферита, а вот этой руды. Потому что прутки у нас, разумеется... Или подождите, не понял. Ну-ка еще раз. А, ксеноферитовые пластины. Ксеноферитовые пластины, видимо, делаются как-то по-другому. А, ксеноферитовые пластины как раз-таки делаются из ксеноферитовой руды. Ну, значит, у нас все, в принципе, делается. Нам нужны, короче, вот эти все детали, начать их полномасштабное производство. Поэтому для этого я предлагаю сейчас дополнительно еще создать. У нас вообще есть в инвентаре какое-то количество... Так, сжигатель биомассы нет, нам особо не нужны. Погрузчики есть немножко, конвейеры немножко есть. Но основное, что нам нужно, это еще печки. Нужно построить несколько печей. Я думаю, нам должно хватить... Штучки, наверное... Четыре. Я думаю, четыре печки нам должно хватить спокойно. Для того, чтобы заполнить все вот это. Потому что я не думаю, что производство добычика слишком большое. Поэтому я расширю сейчас все это прекрасное производство. Соответственно, нам нужно понадобиться еще погрузчиков несколько количеств. И побольше вот этих вот прекрасных вещей. А, ну и, разумеется, строительных блоков. Нам нужна целая гора. Потому что все можно ставить только на эти площадки. Соответственно, без площадок мы ни хера не можем. Поэтому я все это ставлю на паузу. А вы все это увидите, когда я закончу. Итак, я немножко расширил производство. Как видите, теперь сделал все это гораздо, ну, удобнее. Потому что, когда у меня стояло здесь, я понимал, что я не смогу потом собирать эти вещи. Потому что у меня нет доступа никаким отдельно открытым ячейкам, из которых я могу потом выгружать. Поэтому я поставил это все вот таким вот образом, чтобы потом отсюда я мог выгружать. И вывести с отдельную ленту с уже готовым производством, которое я могу складировать в ящик. И я вот посмотрел, что тут у меня есть ящик какой-то. Но ящик этот просто а-ля, ну, вручную поскладировать. А открываются новые ящики, в которых можно уже складировать предметы автоматически. Вот здесь, на втором уровне прокачки. Ну, это не втором уровне, а вот следующий. То есть это у нас был первый аварийный маяк, мы прокачивали. Сейчас потом мы прокачали сборщик. И сейчас можно уже качнуть вот эту вещь. Основную инфраструктуру. То есть логистический контейнер, который нам как раз-таки и нужен. Поэтому его мы, пожалуй, и качнем. Потому что он нам в первую очередь и нужен. А потом уже займемся, наверное, ну, остальным производством по порядку. Чтобы у нас вот эти вот научные пакеты делались автоматически. Потому что пока что я единственное, что заметил, они нам нужны в первую очередь для исследования. Хотя может быть и не в большом количестве, но черт его знает. Пока что поисследуем вот эту вот штуку. Но для этого нам понадобится 5 логистических вот этих вот научных пакетов. И поэтому мы их будем делать пока вручную. Конечно, можно было бы уже сделать, соединить, скажем так, детали оборудования вот с этими техними прутками. Но это нужно сделать отдельную линию, которая будет делать детали оборудования. Они собираются, ну, сборщики. Причем странно, в персонажа они собираются быстрее, чем в сборщике. Причем в любом сборщике. Вот это вообще странно. Вообще в персонажа, по идее, должно было собираться долго. Сборщики потому и нужны, как по мне, чтобы... Ну, понятное дело, ты можешь поставить много сборщиков, они будут собирать все быстрее. Но все равно, мне кажется, что сборщик изначально, даже первого уровня, должен собирать гораздо быстрее, чем твой основной персонаж. Но, это все лирика. Как говорится, хрен с ним. Подождем. Пока все это соберется, пока все это прокачается. Итак, отлично, мы качнули как раз себе... Так, следовательский интерфейс. Вот, мы качнули себе основную инфраструктуру. Соответственно, мы открыли себе логистический контейнер, который теперь дает там новые ветки прокачки. А точнее, ну, конечно, может идти на новые логистические контейнеры, на всякие балансиры конвейерные и так далее. Конвейеры другого уровня. Но, нам нужно в первую очередь, понятно, не вот эти всякие окрашения, не офисная мебель и освещение даже нам нафиг не надо. Хотя, потом можно будет заморочиться им. Но, в первую очередь, нам, разумеется, нужны сканеры руды и теплогенератор. Потому что, я так понимаю, я надолго не уеду на вот этих вот прекрасных вещах под названием биомасса. Поэтому, мы должны обеспечить себя энергией в большом количестве. Уже заранее, уже сейчас. Поэтому, следующее исследование, которое мы будем ставить, разумеется, это сканер руды. Это, соответственно, нам нужно 15 научных пакетов. И, потом уже будем ставить теплогенератор, с помощью которого мы добудем, будем добывать в большом количестве энергию. Потому что, я хочу еще расширить, поставить здесь еще одну ленту. Чтобы она, как-то, не знаю, соединялась, может быть, вот с этой. Их, вроде, можно соединять Т-шками. То есть, поэтому поставлю еще одну добычу, вот с помощью вот этих вот дрончиков. И соединю с этой лентой, чтобы, соответственно, сюда приходило больше ресурсов. И поставлю еще три печки, которые будут увеличивать производство всех этих ресурсов. Но, опять же, ко всему этому понадобится топливо. Поэтому, кстати, посмотрим, что нам этот наш молодой человек скажет. Расширение плавильных печей. Б-б-б-б-б-б-б-б. Хорошо. Гений математики. Для полной загрузки конвейера нужно 8 малых плавильных печей. Значит, построим по 8 для каждой металлической руды. Ну, это для полной загрузки конвейера по 8. Ты, блядь, не перевирай. Я там, я, сука, все посчитал. Потому что эта черня производит приблизительно 60 в минуту. То есть, да, конвейер справится с загрузкой. Но у меня не справятся вот эти вот ребята. Если я поставлю 8 печей, вот эти ребята не загрузят их 8 штук. Поэтому, чтобы, если, как он говорит, конвейер распространяется на 8 печей, это, соответственно, мне надо как минимум еще 2 вот таких вот добытчика поставить где-нибудь здесь и здесь. И чтобы они все соединялись в одну вот эту ленту. И тогда, да, на 8 печей они будут работать. Ну, бля, где я столько электричества возьму? Я задолблюсь заправлять вот этих вот ребят. Поэтому, в первую очередь, мы поставим на 6. А потом уже будем потихоньку улучшаться, улучшаться, улучшаться и улучшаться. Я опять ставлю вас на паузу. Хотя вы очень быстро это все пройдете. А, блядь, сам тут займусь стройкой. Такс, мы тут разработали небольшую улучш... Так, не понял, что там моргает или мне кажется. А, не, все нормально, печки работают. Все отлично, все складируется. Единственное, мне почему-то кажется, что как-то медленно все выгружается. А, ну, наверное, сначала выгружается все из одного, потом все из второго, из-за того, что у меня они тут все есть. В общем, вот такая получилась система. У нас работает один добытчик. А, кстати, один добытчик, он-то не справляется у нас. Правильно? Да, я совсем забыл поставить сюда еще один добытчик. С той стороны-то я поставил. Вот почему я говорил, что нужно два добытчика, то есть на 6 печей. Вот здесь как раз-таки работает один, здесь работает второй. Они соединяются вот здесь вот таким вот образом. И все это поставляется вот в эти 6 печей. А отсюда таким же самым образом сзади выходит и собирается вот в такой контейнер. Который, кстати, блин, заполняется очень быстро. Но я думаю, когда начнется оттуда выгрузка деталей, то мы быстренько их все будем распределять. Самое главное понимать, что в данный момент у нас вырабатывается, если учитывать, что вырабатывается 20 в минуту, 20 на 6. Итого у нас получается 120 таких деталей, таких и таких в минуту. И уже от этого числа мы будем двигаться, когда будем распределять вот эти вот пластины по разным сборщикам, которые нам вскоре понадобятся. Да, мы уже, кстати, еще разработали, да, добыча, сканер руды и гния. Соответственно, следующая у нас цель это теплогенератор. А для теплогенератора нам понадобится уже 20 вот этих научных пакетов. Соответственно, у нас есть уже там один стоит, поэтому нам еще 19 нужно накрафтить пока что вручную, пока они все тут работают. Ну, и когда у нас исследуется теплогенератор, мы, разумеется, найдем жилу и гния. А, только мне, наверное, нужно новый инструмент собрать, да? Сканер руды. Или он автоматически обновился и... А, вот, видите, он автоматически обновился. А, смотрите, тут... А, это техниевая руда. Вот, и гниевая руда у нас там появилась, как видите. Вот у нас и гниевая руда. Кстати, тут совсем недалеко, но придется прокопаться. Она в глубине. Вот и заиграется у нас Майнкрафт сейчас. Потому что нам точно она нужна. Нам, как минимум, одно производство нужно. Я думаю, вряд ли нам понадобится такое количество... Прям огромное количество. Да, ну, единственное, чего нам точно понадобится огромное количество, это вот таких вот пластин. То есть... Так, господи, где это? Вот, строительных блоков. Нам понадобится оооочень много строительных блоков, для того, чтобы, соответственно, произвести... Давайте мы возьмем какое-то количество себе... Так. А можно сразу... Ой, это сразу все берется. Ну, ладно, пофиг, взяли и взяли. Пускай у нас пока валяется, все равно нам нужно. В инвентаре мы все равно больше ничем особо не пользуемся. Поэтому забираем эту, эту и эту штуку. И сделаем себе, как говорится, много строительных блоков, чтобы можно было соединить, и чтобы они у нас все были запитаны от одной энергосети. Соответственно, нам нужно сделать будет одну такую небольшую линию. Электросети. Так, по идее, вот если даже сейчас я вот это вот просто возьму, соединю. Хлоп. Так, одним лучом, одним вот таким вот лучом, если я все это соединю, оно уже соединится в одну общую сеть, и вся энергия, по сути, у них должна быть уже стать общей. Да, 1,4. То есть, соответственно, вот у них 4 сжигателя биомассы подключились. И, соответственно, благодаря вот такому вот простому, по сути, соединению, рано или поздно мы уже меньше все это расширим. Это все будет стоять, по сути, на одной площадке. Но тут придется, видимо, уравнивать очень сильно, в принципе, всю территорию, которая тут рядом находится, потому что тут, как видите, горы. Поэтому, видимо, тут в ветке исследования есть еще и прокачка буров. То есть, если тут открыть исследовательский интерфейс, то тут видно скорость добычи буром, буром, буром. Это добывающий лазер. Это, скорее всего, чисто для того, чтобы разрабатывать вот эти горы, ровнять их с землей, ну и делать, может, какие-то подземные пещеры. Что ж, друзья, я сейчас займусь выработкой того самого игния, для того, чтобы запитать наше производство в мощнейшую энергосеть. Для вас коротковременная пауза, ну а для меня долгий-долгий и долгий крафт. Что ж, понадобилось приличное, конечно, количество времени, но я все-таки прокачал, кстати. Вот не понимаю, у нас это вообще работает? А, нет питания. Нет питания, потому что у нас как раз закончилось все топливо. Но оно, по сути, нам и не нужно уже совсем скоро будет. Поэтому от вот этого всего можно уже избавиться, по сути. Потому что на данный момент, если видите, вот там у меня уже готова, можно сказать, замена всей моей электросети в виде вот таких вот трех электрических генераторов, назовем их так, которые будут работать на вот этом, собственно, топливе. Пришлось сделать тут вот такую вот ленту, потому что я не стал вырабатывать огромное количество... Блин, делать это все в яме, потому что буром вырабатывать все долго. Сделал такой вот небольшой котлован себе. Изначально я пытался, думал сделать все это, ну, углубиться, а потом подумал, а зачем? Тут же есть подъемные конвейеры. И можно просто вот так вот по подъемному конвейеру, такой вот винтовой лентой сделать и подавать прямо сюда наверх. А вот это вот соединить... Я вот надеюсь, вот таким вот образом она будет работать. А, ну хотя вроде... Ну, должна, по идее, работать она. Сейчас вот мы проверим как раз-таки. Я уже добыл себе немножко этого самого Иридия. И сейчас, загрузив сюда, по идее, у нас должна начаться выработка этого самого Иридия. А, причем у меня загрузились в первую очередь. А, вот он самый Иридий. КПД машины 80%. Что ж, топливо жрется очень медленно это. Итак, у нас пошли вырабатывать эти ребята всю эту ерунду. Так, вот управление хранилищей, вот это, пожалуйста, не надо. Можно мне вот от вот этого всего избавиться, потому что я не хочу больше заниматься вот этой биомассой. Это у нас остатки почвы, которые мы разрабатывали. Всякие семечки, которые нам тоже не нужны. Опять камни, которые нам тоже не нужны. Итак, осталось только то, что нужно. Итак, у нас пошла Иридиевая руда во все щели. Итак, 3, 3, 3. Итак, данная электросети у нас здесь вырабатывается... Пока что непонятно. А, 1,8 мегаватта, но потребление у нас низкое. Поэтому сейчас мы в данный момент подключаем вот эту вот систему нашу всю вот таким вот образом к нашей общей сети. А, причем есть дистанция определенная, на которой можно... Ну, ладно. А, тут мы не можем, потому что здесь вот куст мешает. Так, от этого избавляемся. И, по идее, когда я сейчас подключу вот эту вот всю ерунду, мы... Да, мы получили нашу первую энергию, которая работает в данной электросети. У-у-у, прилично, короче. У нас потребление энергии всего 1,4 мегаватта, а у нас одна вырабатывает 1,8. То есть, соответственно, на все вот это нам вот этих трех хватит с лихвой. Самое главное, чтобы у нас хватило дронов, чтобы загружать их. Тоже что-то в районе 60. Ну и тратят они, как я понял, тоже не так много. Так что, видимо, нам вот этого вот жилы, вот это их хватит еще, чтобы поставить. А, и они максимум могут 3 загружать, как я понял. Ну да, и топливо вырабатывается очень долго. Так что вот этих вот 60 единиц, которые нам вырабатывают, ну, хватит, видимо, на приличное количество еще вот таких вот электрических генераторов. Что ж, неплохо. Теперь уже можно, как я понимаю, заняться сборкой. А именно сборкой вот таких вот вещей. Потому что нам понадобится, видимо, большое количество именно вот этих исследовательских интерфейсов. Точнее, не исследовательских, а научных пакетов. Соответственно, так техниевые прутки у нас есть. Нам нужно для их производства дальнейшего заняться производством деталей оборудования. То бишь, ксеноферитовые пластины через сборщики перерабатывать, чтобы делать вот эти вот вещи. И надо 10 штук. На 8 техниевых прутков. Ну, я не думаю, что научных пакетов понадобится прям в огромном-огромном-огромном количестве производить. Так что одного сборщика, я думаю, нам вполне себе хватит. Для того, чтобы он постепенно, постепенно, постепенно делал. А для того, чтобы один сборщик делал вот эти все научные пакеты, я думаю, мы отделим ему... Ну, давайте два сборщика. Давайте, я думаю, вот так уж и быть, два сборщика на переработку как раз-таки вот этих ксеноферитовых пластин в... Вот эту вот штуку в детали оборудования. Да, ксеноферитовые пластины. Одна штука делается в полторы секунды. На сборщик... Да, в сборщике в полторы секунды она делается. Соответственно, ну, две-то... Два сборщика мы дадим. И эти два сборщика... Да, в принципе, даже одного, наверное, бы хватило. Одного сборщика вполне себе, я думаю, хватит для того, чтобы обеспечить нас потом на будущее всеми вот этими деталями. Хотя вот, может быть, всё-таки лучше сделать, чтобы оно быстрее делалось. Чёрт его знает, на самом деле. В общем, ладно, я сейчас подумаю и к вам вернусь буквально через несколько секунд. Ох, что ж. Пришлось, конечно, туда повозиться немножко. В общем, работает... Всё, должно вроде бы сейчас начать работать и загружаться. Короче, как таким вот образом у нас вот эти вот, как раз-таки, пластины, которые вырабатываются тут. Двух сборщиков. Блин, сборщики, конечно, огромные такие. Но звук у них, конечно, шикарный. Тут-дух, тут-дух, тут-дух. Как будто, ну, прям реально работает там внутри. Этот... Ой, дурацкий. Забыл, как называется этот. Штамповочники. Вот. Штамповка как будто там отбивает эти. В общем, короче, работают эти станки. И два штуки я поставил сборщика для того, чтобы они производили вот такую вот штуку. То бишь, это детали оборудования. Потом эти детали оборудования переходят вот здесь вот. Загружаются, разумеется, еще в один сборщик. И оттуда потянулась вот такая вот длинная-длинная-длинная вереница вот этих вот ребят, которые... Кстати, вообще-то практически ничего не работает, потому что у нас загружены, видимо, на максимум. Ну, сейчас мы запустим. И у нас начнется все это автоматически. Запустить. Вот так вот оно пошло собираться. И научные эти пакеты потихоньку, понемножку в одном сборщике будут делаться и заполняться вот сюда. И таким образом у нас будет автоматическое исследование всех последующих ресурсов. Но для начала, я думаю, мы, прежде чем изучать уже ресурсы, которые требуют красных научных пакетов, вот этих пакетов второго уровня, я думаю, перед этим мы завершим все исследования, связанные с синими пакетами. То есть, это вот здесь надо будет улучшить. Тут тоже. Да, все, короче, вплоть до вот этих вот красных. Все, что вот здесь вот надо, это уже нужны красные. Соответственно, все, для чего нужны пока будут только синие пакеты, мы это все исследуем. Ну, а... Ну, и да, вот это вот все мелочь тоже можно. Она тоже требует синие, 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 синие. Да, здесь все вот это требует синие. Это, конечно, все украшательства явно какие-то, но оно все лучше сделать сейчас. Ну, и, соответственно, я это сделаю уже, разумеется, вне стрима. Мы запустим все это полноценное исследование всех этих ячеек, чтобы у нас все было исследовано, для чего требуются научные пакеты. Дальше нам, конечно, тоже понадобятся научные пакеты синие, даже в большем количестве, поэтому придется расширять явно производство. Но пока что, на данный момент, я думаю, нам хватит. И, возможно, даже понадобятся какие-то новые исследовательские комплексы, чтобы они все быстрее и быстрее исследовали, потому что... А, ну, хотя так смотришь, вроде бы, как бы, особо немного надо. 50, 50, хотя вот сотку уже понадобится. Ну, опять же, это все исследование, поэтому это все будет все делаться со временем. Ну, а пока что займемся простыми исследованиями. Так, почему не работает? Почему не запускается исследование? А, нам надо исследовать сначала себя, улучшение персонажа. Вот. Потому что у нас последний был сборщик, поэтому сначала мы улучшаем вот эту штуку, потом, разумеется, улучшаем следующую, 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 следующую. Но это все уже будет происходить все эти исследования вне стрима. А, на... Тьфу ты, какой стрим! Я уже привык, что я постоянно стримлю, и тут у нас теперь летсплей! Поэтому увидимся, ребят, в следующей части. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока, ребят!